Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня очередное реставрационное видео и сегодня я поработаю ветеринаром. У собачки отбит нос, вокруг повреждения потемнела амальгама, ну и присутствует сильное осыпание краски. Я начинаю с удаления потемневшей амальгамы, поскольку сквозь роспись потемнение будет очень заметно. Удалять такие потемневшие участки лучше всего ватной палочкой, смоченной в перекиси водорода. Следующим этапом замешиваю холодную сварку. Я, как всегда, использую паксипол. И сначала промазываю изнутри поврежденное место по краю стекла, чтобы укрепить его. А затем в несколько приемов наращиваю носик. Субтитры создавал DimaTorzok В финале покрываю носик более жидкой эпоксидкой, в моем случае это момент эпокси, чтобы сгладить и выровнять поверхность. Жидкостью для снятия лака аккуратно снимаю немного краски вокруг поврежденного места. Гель лаком без липкого слоя покрываю нос, заходя на стекло, чтобы сгладить переход от эпоксидки к стеклу. И отправляю сушиться в лампу. Натираю носик зеркальной фтиркой и покрываю финишным слоем гель лака. Собачка покрыта матовой краской, но амальгама все равно немножко просвечивает, и если не зазеркалить нос, он будет отличаться от основного покрытия по цвету. Кисточкой смоченной в жидкости для снятия лака прохожусь по границе всех повреждений. Краска в этих местах чуть растворится, и ее можно аккуратно растянуть на голые участки. Так переход от старой краски к новой не будет таким явным. Ну и второй бонус. Кое-где краска совсем отошла от стекла и едва держится. Жидкость для снятия лака затекает в таких местах прямо под краску. Немножко растворяет ее изнутри, и после высыхания покрытие крепко прилипает к стеклу. Основной тон я замешивала из античного белого, матового и прозрачного медиумов. Краска должна быть неплотной, полупрозрачной. Ореховым цветом затемняла ее до нужного оттенка кофе с молоком. Пробую на игрушке, отличается ли цвет. Поскольку площадь покрытия большая, важно 100% попадание в оттенок. Покрываю собачку краской. Закрашивать нужно в том числе и цветные участки, создавая непрозрачную подложку. Хочу оговориться, на полупрозрачной краске, как у этой собачки, не всегда стоит делать подобное восстановление по большой площади. Бывает очень сложно сделать так, чтобы переход со старой краски на новую был незаметен. Любой лишний мазок кистью даст более плотный слой, который очень видно. Если видите, что не получается, возможно лучше снять все старое покрытие и покрасить заново целиком, чтобы не испортить игрушку. Но мне в данном случае очень хотелось максимально сохранить родную роспись. Продолжение следует... В местах, где не получалось сделать плавный переход краски кистью, я пользовалась спонжиком. Продолжение следует... Недостающие пятнышки прорисовываю прозрачной оранжевой краской. Продолжение следует... Для рюкзачка смешиваю прозрачной розовой с капелькой матового медиума. И добавляю в этот же розовый, белый и оранжевый смешиваю оттенок для лямок. Здесь я ориентировалась на оставшиеся частицы росписи и подбирала цвет по ним. Античным белым подкрашиваю часы и компас. И смешиваю голубой, чтобы подкрасить ботиночек. Для мелкой росписи черным цветом смешиваю черный с матовым медиумом до состояния чуть прозрачности. Подкрашиваю повреждения на очках. Дорисовываю носик. И восстанавливаю роспись часов. Если краска совсем не сохранилась, как здесь, я обычно ищу похожие игрушки в каталогах и в интернете. И использую фото, как образец для росписи. И в конце концов, я использую фото, как здесь, я использую фото, как здесь, я использую фото. Блеск старой и новой краски, который выдает реставрацию, я прохожусь по всей игрушке с самодельной смесью матового и прозрачного медиумов, чтобы получить деликатный сатиновый блеск, как у оригинальной игрушки. Это достаточно редкая и дорогая игрушка. Собачка Держи Хватай из знаменитой серии Чиполина от Культ Игрушки. И одна из очень немногих игрушек, у которых матовая краска нанесена на амальгаму. Надеюсь, хозяйка собачки будет довольна результатом. На сегодня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!